Всем привет! С вами Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов и огородников. После того, как я выложила видео, как построить стеллаж и статью прошлогоднюю, у многих возникли вопросы именно по освещению, как подобрать освещение. И каждый второй, кто хочет строить стеллаж, спрашивает у меня, какой мощности лампы, как я их подбираю. Я сейчас расскажу, это все очень просто, я лампы никак не подбираю, вот у меня сейчас все лампы вот такие, светильники на две лампы, потому что я начала, у меня был горький опыт сначала, неудачный, вот с такими лампами, это сейчас старая, не рабочая, видите, она обрезанная. Сначала первый год я купила вот такие светильники и думала, что повесив их вот так вот, над лотками, этого будет достаточно. Они светили, визуально света вроде бы хватало, но потом, что я заметила, вот, как тут, видите, она узкая, освещает интенсивно, только вот под собой один объем, а дальше уже меньше. И вот вдоль этого светильника вырастает рассада сильнее, а по краям она сильно отстает. И оказалось, что этого света все-таки не хватает. Так что, если вы собираетесь получать ранний урожай, вот это простой самый дешевый светильник, навигатор. И лампа у него, сейчас покажу, лампа Philips 36V, вольт или ватт, я не знаю. Все лампы одинаковые на 36. Есть Philips, вот эта польская, есть Asram или Asram она читается. Сейчас покажу, какая. Вот здесь она кверх ногами, но тоже видно, что 36 и ОСРАМ, 36 вольт. И вот когда вот этим, если вы именно хотите получить ранний урожай, вот как сейчас я начну садить 29 января и в начале февраля, то, конечно, освещение должно быть интенсивное и должны лампы светить с 8 утра до 8 вечера. Лампы, они все одинаковые, светильники вернее, они все одинаковые длины, что вот этот тоненький я покупала, что вот этот вот сейчас широкий на 2, ну как на 2 лампочки. Они все метр 30, по-моему, нет, метр 20 лампы и по 10 сантиметров с каждого края стеллаж мы делаем чуть пошире лампы. Вот эти светильники, я их купила теперь на каждый стеллаж, они самые дешевые, 500 с чем-то рублей один светильник и по 60-70 рублей вот эти вот лампочки. Лампочки тоже самые простые. Есть у меня и фитолампа, флора, я очень долго за ней гонялась, но у нас город маленький такой, совсем провинциальный городок, здесь нет столько садовых центров, различных специализированных магазинов, и я купила ее только после 3 лет поиска, и стоит она в 2 раза больше, если эти я брала по 60, то флора стоит 670 рублей, в 10 раз дороже. Но я вам сразу скажу, что сильно никакой разницы я не почувствовала. И вот под этими лампами у меня хорошо растут растения и флора. Результат один и тот же, так что если вы начинаете, вы можете начать с простых ламп по 60-70 рублей. Филлипс вот этот, буду называть его Асран, Асран вот этот или Ашран турецкая, все они одинаковые. Приходите в магазин, я вот пришла в магазин, там вот такие светильники двух видов, есть уже готовые вот с этими, кто они, резисторы или как называются, а есть те, которые добавлять надо сюда. Я спросила так, дайте мне, пожалуйста, светильник на 2 лампы, чтобы ничего с ним не делать, только подсоединить вот эту вилку и воткнуть все. Мне предложили вот этот вот вариант. Покупала в фирме Русский свет, она в каждом городе есть, вот эти недорогие светильники. Размещаю над стеллажами, на ниточках, некоторые на цепочках, тут можно их закрепить, сначала вешаем их, естественно, пониже, когда вот сходят 10-15 сантиметров над рассадами, потом поднимаем, поднимаем, поднимаем до самого конца. И в конце концов они у меня привязаны к самому верху, к брускам стеллажа этого. В подборе света нет ничего сложного. Все лампы эти очень, они все одинакового размера, все одинаковой длины. Любая лампа подойдет, можете собрать вот этот светильник, он продается отдельно, они вам там же попробуют, ставят, горит или не горит, все. И на каждую полку стеллажа нужен такой светильник, лучше на две лампы. Он идеально подходит вот к лоткам, как раз по ширине, если вы будете один лоток ставить и поперек лотков, вот у меня проходит лампа, на прошлогоднем видео все это видно. Если вы занимаетесь, хотите заниматься выращиванием рассады для раннего урожая, свет обязателен, 12 часов минимум, особенно январь, февраль. В марте там уже будет побольше света, но если нет южных окон, свет обязателен. Свет это самое главное условие получения крепкой здоровой рассады. Без света рассада вытянется, она у вас будет длинная, тонкая, потом она может даже упадет, может на нее напасть черная ножка, потому что свет это вот самое главное для всех жизненных процессов растений. Вы потом увидите, что там где посветлее, растения будут побыстрее расти, они будут даже толще, они будут зеленее, и свет нужен обязательно. Если у вас нет подсветки, если вы еще не сделали дополнительное освещение, сеять рано рассаду не нужно. Всходы вас разочаруют, вот эти все посевы, они будут бледненькие, они будут вытянутые, вы можете вообще разочароваться. Достаточно повешать лампу, все сразу ситуация изменится. Вы сразу увидите, какая рассада на неосвещенном окне, и какая под лампами. Это земля и небо. Все, я про свет рассказала. Кому нужно я сфотографировала маркировку ламп, и выставлю у себя в группе огородная азбука. Заходите, сейчас все самые новые свежие статьи, потому что к каждому видео я пишу еще по мере времени, если есть подробную статью с описанием, как, что делать. Выставляю даже свои фото чертежей, вот эту вот маркировку, ламп выставлю. Заходите или в огородную азбуку Ольги Черновой, или на мою страницу в Одноклассниках. Там все в печатном варианте, можно спокойно посмотреть, почитать. Стеллажей еще нет, показать мне вам нечего, я буду сеять только в конце января, но в феврале я уже смогу вам показать стеллаж действующий, с лампами, со стеллажами, с лотками, со всходами. И вы успеете все это повторить. До свидания, желаю вам успехов в выращивании рассады. С вами была Ольга Чернова и моя огородная азбука для начинающих садоводов-огородников.